Аркам ТВ представляет. «Мать правоверных Аиша, да будет доволен ею Аллах» Первая часть. Сегодня мы начинаем первую лекцию из цикла, посвященного Аиши, «Да будет доволен ею Аллах». Мы продолжаем говорить про матерей правоверных. И сегодня мы расскажем о знаменитой и самой любимой из жен Пророка, мир ему и благословения. «Об Аиши бинт Абибакр, ибн Утман, ибн Амир, ибн Кааб, ибн Саад, ибн Тамин, ибн Мурра, ибн Кааб, ибн Люай, ибн Галиб, ибн Фихр». Ее родословное пересекается с родословным Пророком, мир ему и благословения, на шестом дедушке, Мурри ибн Кааби, ибн Луай. Матерью Аиши была Умру Ман. Это ее прозвище. Мы не знаем ее настоящего имени. Некоторые считают, что ее звали Зейнаб, а другие, что ее звали Даад. В книгах она упомянута только по прозвищу. Наверное, ее имя затерялось в истории. Мы знаем только, что мать Аиши звали Умру Ман. Она не была из курайшитов, а была родом из племени Кинана. У Абу Бакра ас-садыка было как минимум две жены, а возможно и больше. И Умру Ман была его второй женой. Другая его жена, которая так и не приняла ислам, была матерью Асмы. Умру Ман же приняла ислам, и Абу Бакр сохранил с ней брак. Таким образом, Аиша, да будет доволен ею Аллах, родилась в семье, где оба ее родителя были мусульманами. Они приняли ислам. Аиша говорила, «Я помню с самого детства, что мои родители были мусульманами». Получается, она не застала своих родителей язычниками, поскольку родилась в полностью исламской семье. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила, не проходила и одного дня в Мекке, в течение которого пророк, мир ему и благословение, не навещал бы нас. Таким образом, это ее самые ранние воспоминания об исламе и о пророке, мир ему и благословение. В известном хадисе, приводимом в Сахих аль-Бухари, она говорит, «Однажды мой отец решил построить перед домом молельню». Это было еще в Мекке. Тогда ей было лет 5-6. И она помнит, что ее отец Абу Баккар Ас-Садык решил построить возле дома молельню. Под молельней не имеется в виду некое сооружение, имеется в виду просто место для молитвы. Это было отдельное место, выделенное для молитвы. Возможно, там был коврик. Возможно, это место было обнесено забором. И это называлось молельней. Аиша продолжает. Там он совершал молитву и читал Кур'ан. И перед ним была улица. Женщины и дети из числа курайшитов начали собираться и обращать на него внимание. И поскольку Абу Баккар был очень мягким и добрым человеком с мягким сердцем, то когда он читал Кур'ан, он часто плакал. И это привлекало внимание людей, которые приходили и смотрели на него. И далее в хадисе говорится, что Абу Баккар попытался совершить хиджу в Абиссинию, но этого не случилось. Я упоминал об этом, когда мы говорили об Абу Бакре. Итак, суть в том, что Аиша, да будет доволен ее Аллах, смутно помнила об этом. Возможно, в то время ей было где-то 4 года, на что указывают многие факторы. Но об этом мы поговорим в следующей лекции. Сегодня же я лишь вкратце упомяну об этом. Итак, Аиша, да будет доволен ее Аллах, была мусульманкой, по сути, с самого рождения. Она не сама приняла ислам, а родилась в доме мусульман, поскольку на момент ее рождения Умруман, мать Аиши, уже приняла ислам. Возникает вопрос, когда родилась Аиша? На самом деле, это один из вопросов, которому я посвящу половину или даже целую лекцию. Хотя мне не хочется этого делать, но все равно мне необходимо разъяснить этот вопрос. Говоря вкратце, возраст Аиши стал очень и очень спорным вопросом только в наше время. На протяжении всей исламской истории это никогда не было проблемой. Возраст Аиши воспринимался как должное. Все знали и понимали, что Аиша была очень молода, когда вышла замуж за пророка, мир ему и благословение. Есть достоверный хадис, находящийся в сборниках Аль-Бухари и Муслима, который передает сама Аиша. Вот что она говорит. «Мне было шесть лет, когда был заключен никях между мной и пророком, мир ему и благословение. И мне было девять, когда никях был скреплен. То есть, когда началась ее супружеская жизнь». Вся информация, которую мы знаем об Аиши, соответствует этому хадису. Поэтому зачем это отрицать? Это ясно? Все, что мы знаем про Аишу, включая то, что я только что вам рассказал, что Аиша сказала, «Когда я родилась, мои родители уже были мусульманами» и так далее. Все, что мы знаем про Аишу, соответствует этому преданию. Поэтому откуда здесь должен взяться спорный момент? Теперь вернемся в наше время, и мы видим, что для некоторых большая разница в возрасте становится очень болезненным вопросом. Так ведь? И мы все знаем, что право-радикальные движения используют очень уничтожительный термин, который из уважения к пророку, мир ему и благословение, я даже не хочу произносить. Но вы знаете, о каком термине я говорю. Подобные группы часто называют пророка, мир ему и благословение, этим отрицательным и омерзительным словом. Они ссылаются на разницу в возрасте и утверждают, что это является преступлением в нашем обществе и в нашей культуре. И по этой причине некоторые люди, желающие защитить пророка, мир ему и благословение, стали пересматривать классические предания и утверждать, что все ошибались на протяжении 14 веков, включая саму Аишу. Либо она сама ошиблась, либо это ошибка в предании. И каким-то магическим образом, я говорю это с сарказмом, они пришли к выводу, что на момент замужества с пророком ей было 18-19 лет. Это возраст, который совершенно совпадает с возрастом согласия или брачным возрастом в современном обществе. Это совершенная случайность, в кавычках, конечно же. Я говорю с большой долей сарказма. Итак, суть в том, что этот вопрос стал очень болезненным. И чтобы пролить немного света в этом вопросе, я скажу, что я против так называемого ревизионизма. Кстати, ревизионизм – это не всегда что-то отрицательное, поэтому я должен быть осторожным в словах. Если есть реальная, законная причина пересмотра прошлого и, просеив буквально все предания, вы пытаетесь предоставить новую трактовку, то давайте, никаких проблем. Но, по моему скромному мнению, политкорректность не является законной причиной. Я убежден в этом. То, что современное общество считает правильным или неправильным, никогда не должно быть для нас мерилом, чтобы решать, что правильно, а что нет. Я категорично против этого. Категорично. И это одна из причин, почему я категорически отвергаю так называемый прогрессивный ислам. Потому что у тех, кто его продвигает, нет никакой основы. Чтобы не считалось сегодня политкорректным, это становится для них частью ислама. И это совершенно не так. Но в то же время, это не должно приводить нас к чрезмерной реакции. Мы не должны становиться слишком фанатичными, чтобы защищать какие-либо прошлые классические предания, которые могут быть недостоверными. Поэтому нужно соблюдать баланс. Порой возникает необходимость пересмотра некоторых вопросов. Мы не будем фанатично держаться за то, что может быть, например, недостоверным. Если это на самом деле недостоверно, таким образом, на эту тему возникают жаркие обсуждения. Я поговорю о них на следующей лекции, возможно, на третьей. Но все равно мы обсудим этот вопрос в цикле лекций, посвященных Айши, да будет доволен ею Аллах. Просто чтобы пролить свет на методологию, на то, как нужно относиться к подобным вопросам. Но на сегодняшней лекции будут подниматься темы, в которых нет споров. Но держите в уме, что на следующей лекции мы вернемся к этой теме. Сегодня же давайте предположим, что мы живем на 50 лет раньше. И я не шучу, когда говорю, что на протяжении всей исламской истории этот вопрос ни разу не поднимался. Не было на этот счет никакого другого мнения. Таким образом, этот пересмотр является современным. И я решительно против этого. Поэтому на сегодняшней лекции мы предположим, что нет никакого спора, никакой полемики. А позднее мы вернемся к этому вопросу. Сегодня мы возьмем за основу то, что приводится в сахихах Аль-Бухари и Муслима, то, что приводит сама Аиша с золотой цепочкой передатчиков. Этот хадис передает Урва, ее племянник. Это золотой иснад. Поэтому нет никаких причин для сомнения в достоверности этих слов. Только если вы сомневаетесь во всех хадисах вообще. И это, по сути, то, что делают некоторые люди. Аиша говорит, «Мне было шесть лет, когда состоялся никях, и мне было девять, когда он был окончательно оформлен». Поэтому мы принимаем этот хадис так, как он приходит. Исходя из этого хадиса, мы делаем вывод, что Аиша родилась в период призыва, то есть в Мекке. Призыв к исламу уже шел полным ходом, поэтому ее родители на тот момент уже были мусульманами, из-за чего ее ранние воспоминания связаны с исламом, и она не знает ничего, что было связано с язычеством. Также от нее передается другой хадис, в котором она говорит, «Я помню лишь то, что мои родители были всегда мусульманами, я всегда росла и видела, что они мусульмане. Я никогда не видела, чтобы они совершали какие-либо деяния многобожников». Конечно же, будучи дочерью Абу Бакра Ас-Сыддыка, Аиша переняла некоторые из достоинств этого великого сподвижника. Мы подробно говорили о достоинствах и благородных качествах Абу Бакра, когда делали цикл про сподвижников. Таким образом, многие хорошие качества Абу Бакра могли быть переняты Аишей, да будет доволен ими Аллах. Поскольку, если ваши родители мусульмане, то вы возьмете хоть что-нибудь благое от них. Если же они не мусульмане, то неважно, кем являются ваши родители, вы не будете разделять с ними никакие из милости. Таким образом, Аиша, будучи дочерью Абу Бакра Ас-Сыдыка, унаследовала некоторые прекрасные качества от своего отца. Очевидно, что у нас нет подробной информации о том, как она выглядела. Об этом не приходило ни одного предания, да и не подобает, чтобы такое предание приходило. Поскольку Аиша – женщина и мать правоверных. Однако, все-таки есть намеки, непрямые описания, посредством которых мы знаем кое-что о Сауде. Например, такие же намеки мы имеем и в отношении Аиши. Приведу пример. Нужно понимать, что до того, как был предписан хиджаб, мужчины видели и знали в лицо всех женщин, поскольку тогда еще не было предписано носить хиджаб. Например, в сборнике Аль-Бухари есть фраза, которая косвенно указывает на это. «Умар, да будет доволен им Аллах», однажды сказал своей дочери Хафсе, которая также была супругой пророка, мир ему и благословение. О ней мы будем рассказывать после Аиши. Итак, Умар сказал Хафсе, да будет доволен имя Аллах. О Хафсе, правда ли это, что иногда ты припираешься с пророком, мир ему и благословение, после чего можешь не разговаривать с ним некоторое время? Мы знаем, что такое происходит со всеми супругами. Тем не менее, Умар спросил, правда ли это? И Хафса, да будет доволен ее, Аллах сказала, да, у нас всех бывает такое. Все мы порой ссоримся, не разговариваем некоторое время. Иногда такое бывает у всех. Очевидно, Умар очень разозлился на Хафсу и стал долго отчитывать ее. Среди прочего, Он сказал, не губи себя и не делай больше так. Что если Аллах разгневается на тебя из-за гнева посланника, мир ему и благословение, на тебя? То есть, Он разговаривал с ней, как разговаривает любой отец, переживающий за свою дочь. Но очевидно то, что отношения Хафсы с ее мужем не были подобны отношениям ее отца с посланником Аллаха, мир ему и благословение. Это очень важный момент. И нужно всегда помнить, что муж и жена могут прощать друг другу то, что никто другой, возможно, не простит. Между мужем и женой могут происходить конфликты и ссоры, даже в семье пророка, мир ему и благословение. И подобное напряжение, даже между посланником Аллаха и его женами, может быть прощено, поскольку они муж и жена. В то время, как если бы кто-нибудь другой сказал что-то неподобающее в адрес пророка, мир ему и благословение, или же повел себя с ним неправильно, то это могло бы привести даже к неверию. Поэтому Умар, да будет доволен им, Аллах очевидно рассуждает как мужчина и не осознает, что его дочь не будет относиться к своему мужу так, как относятся к нему другие, даже несмотря на то, что он посланник Аллаха, мир ему и благословение. Тем не менее, Умар принялся порицать свою дочь, отчитывать ее. И затем он произнес такие слова «Не обманывайся поведением своей подруги, которая красивее и лучше тебя». Очевидно, он имеет в виду Аишу. То есть, он хочет сказать, что Аиша сойдет с рук намного больше, чем Хафсе. Вот что он хочет донести до нее. Не обманывайся ее отношением. Имея в виду, не думай, что если она может так делать, то ты тоже можешь так делать. Почему? Потому что все понимали, что Аиша обладала более высоким статусом и была самой любимой из жен пророка, мир ему и благословение. Мы знаем это. Но давайте обратим внимание на слова Умара. Та, что красивее тебя. Он не стал упоминать ее имени. Однако мы понимаем, что он имел в виду Аишу. Из этого мы можем сделать вывод, что, возможно, Аиша была немного выше и стройнее, чем другие женщины ее времени. Это тоже может подразумеваться здесь. Также на это указывает случай, когда эфиопы играли возле мечети, и Аиша наблюдала за ними. Она все еще была молодой, взрослеющей девочкой, возможно, 10-11 лет. Но уже тогда она достигала щеки посланника Аллаха, мир ему и благословение, просто стоя позади него. Ей достаточно было лишь слегка встать на носочки, либо немного приподнять голову и положить ее на плечо пророка, мир ему и благословение. Повторюсь, она была еще совсем юной, и она продолжала расти, поскольку не достигла возраста, когда рост прекращается. Однако уже в таком юном возрасте Аиша, да будет доволен ею Аллах, лишь немного была ниже ростом пророка, мир ему и благословение. В другом хадисе из сборника Аль-Бухари, а также в других книгах, опять же, мы лишь можем предположить, поскольку, ну, очевидно, что никто не стал бы описывать, как выглядят матери правоверных. Это неприемлемо. Однако у нас есть некоторые косвенные данные. Из них один известный хадис, в котором упоминается о ссоре между женами пророка, мир ему и благословение Аллаха. Аиша разозлилась на то, что сказала София, и Аиша намекнула на то, что София, да будет доволен ею Аллах, низкорослая. Отсюда можно сделать вывод, что Аиша была выше Софии. Мы еще дойдем до истории Софии. Возможно, она была немного ниже остальных жен. Но если бы Аиша была бы среднего роста, то не было бы смысла упоминать об этом. Скорее всего, Аиша была ростом выше среднего. Разумеется, пророка, мир ему и благословение, разгневали ее слова, и он сказал, «О, Аиша, ты сказала такие слова, что если их бросить в океан, то они загрязнят его и отравят». То есть, если этот один поступок, будь это насмешка или сарказм, можно было бы окунуть в океан, он бы испортил весь океан. Подобные насмешки не являются дозволенными. Поэтому пророк, мир ему и благословение, поругал Аишу за эти слова, сравнив ее слова с тем, что могло бы загрязнить весь океан. Но главное для нас здесь то, что Аиша намекнула на низкий рост Софии. И можно сделать вывод, что Аиша была относительно высокого роста. Вот по сути, что мы знаем о внешности Аиши. И не подобает нам выискивать что-то помимо этого. Также у нас имеются некоторые подробности замужества Аиши, поскольку она сама передает достаточно много этих подробностей. Она говорит, что однажды пророк, мир ему и благословение, сказал ей, «Я два раза видел тебя во сне». Пророк, мир ему и благословение, говорит Аиши, что до женитьбы на ней, он дважды видел ее во сне. Он говорит, «Тебя привели ко мне в шелковом покрывале и сказали, вот она будет твоей женой. И когда я приподнял покрывало, увидел тебя». Я сказал себе, «Если это сон от Аллаха, то он свершится». Пророк, мир ему и благословение, увидел этот сон после смерти Хадиджа. После ее смерти он увидел во сне, как Джабрииль пришел к нему и привел с собой Аишу, которая находилась в шелковом паланкине. Она была прикрыта тканью. Пророк, мир ему и благословение, приподнял покрывало и увидел ее. Джабриль сообщил ему, что он женится на Аише. Однако, пророк, мир ему и благословение, не стал сразу действовать, добиваясь того, что ему приснилось. Он сказал, «Если этот сон правдивый, то Аллах поспособствует тому, чтобы это свершилось». Нужно отметить, что слова «если этот сон правдивый» не подразумевают, что он может быть неправдивым. По сути, это означает, «Ну хорошо, должно быть так и будет в будущем, рано или поздно Аллах откроет эту дорогу для меня». Сам он не стал предпринимать никаких действий. Возможно, он стыдился спросить Абу Бакра. Какая бы ни была причина, он не стал обращаться к Абу Бакру, а просто сказал себе, «Если это было показано мне, то рано или поздно Аллах сделает так, что это случится». Мы знаем, что именно так и произошло. Это известная история, которую мы упоминали на прошлой лекции. Хауля бинт-Хаким была той, кому пришла в голову эта идея. Конечно же, Аллах уже предопределил это. И Хауля бинт-Хаким после смерти Хадиджи пришла к пророку, мир ему и благословение, и сказала, «О посланник Аллаха, ты выглядишь грустным и одиноким. Как ты смотришь на то, чтобы еще раз жениться?» Он спросил, «Кто у тебя на примете?» И она ответила, «Если ты желаешь разведенную женщину, то есть Сауда бинт-Зам'а, а если желаешь ту, что еще не была замужем, то есть Аиша». И он сказал, «Иди и поговори с обеими». Видите? Он оставил это на Хаулю, чтобы она узнала, кто из них заинтересуется. И как мы знаем, пророк, мир ему и благословение, женился на Сауде. Затем Хауля отправилась к Умму Руман и сообщила ей благую весть о том, что пророк, мир ему и благословение, заинтересован ее дочерью. Умму Руман очень обрадовалась этому и поспешила к Абу Бакру. Услышав об этом, Абу Бакр также возликовал, но затем он спросил, «Постойте, разве пророк, мир ему и благословение, не мой брат?» Почему он так спросил? Потому что пророк, мир ему и благословение, часто говорил Абу Бакру, «О, мой брат!» Он называл его своим братом. И Абу Бакр думал, что это братство в исламе подобно кровному братству и делает родственников махрамами. Поэтому он спросил, «Разве он мне не брат?» Все знали, как были близки Абу Бакр с пророком, мир ему и благословение. Они были близки настолько, что из всех сподвижников только Абу Бакру, пророк, мир ему и благословение, говорил, «О, мой брат!» Поэтому Абу Бакр начал считать, что он чуть ли не кровный брат для пророка, мир ему и благословение. И тогда Хауля вернулась к пророку и говорит, «О, посланник Аллаха, Абу Бакр немного колеблется, он думает, что ты для него подобен кровному брату». И тогда пророк, мир ему и благословение, сказал, «Он мой брат в исламе, и я его брат в исламе». Да, они братья по исламу, но это не значит, что между ними установлено кровное родство. Надо помнить, что это были первые годы ислама, и Абубакр мог просто не знать, что слова «мой брат» не обязательно должны указывать на кровное братство. Итак, посланник, мир ему и благословение, отправил Хаулю, чтобы она сообщила об этом Абубакру. И обратите внимание, как сказал пророк, мир ему и благословение, «Он мой брат, и я его брат в исламе». Он подтвердил обоюдное братство. В этом есть указание на достоинство Абубакра. И, следовательно, его дочь была дозволена для пророка, мир ему и благословение. Они были братьями по исламу, а не по крови. Итак, Хауля вернулась к Абубакру и передала ему слова пророка. Абубакр уже был готов согласиться, как вдруг Умрумман сказала, «Постой, разве ты не пообещал мута' ему ибн Ади, что ты выдашь Аишу за его сына Джубейра?» В Суне говорится, что Абубакр был человеком, который никогда не отказывался от своих обещаний. Если он обещал кому-то, то так тому и быть. Очевидно, в те времена, да и в наше время тоже, люди заранее договариваются женить своих детей. Такое происходит во многих культурах и народах. Тогда это тоже было очень распространено. Даже дочери пророка, мир ему и благословение, были засватаны за сыновей Абу Ляхаба. Мы прекрасно об этом знаем. Поэтому вполне возможно, что Аиша, если можно было так сказать, была обещана Джубейру ибн Мута'иму. Речь идет не о Никахе, а о простой договоренности между двумя друзьями. Мы уже говорили о Мута'име ибн Ади. А Джубейр ибн Мута'им был его сыном. Он был немного старше Аиши. Возможно, между Абубакром и Мута'имом ибн Ади произошел разговор, в котором они договорились поженить своих детей в будущем. Мы знаем, что Абубакр был честным человеком, который всегда сдерживал свои обещания. И вот, услышав это от Хауля, он задумался, что же ему делать. Абубакр решил навестить Мута'има. Он зашел к нему домой, и, увидев его, жена Мута'има, мать Джубейра, тут же стала причитать и кричать на Абубакра. «Что ты пришел? Ты что, пришел призывать нас к своей религии? Ты хочешь привезти свою дочь в наш дом, чтобы она тоже стала обращать нас в ислам?» Как оказалось, с их стороны было очевидно, что они не очень рады такому родству, не рады будущей женитьбе. Абубакр тут же воспользовался этой возможностью, и когда их разговор закончился, стало понятно, никакой женитьбы не будет. Таким образом, Абубакру не пришлось нарушать свои обещания, так как обе стороны пришли к выводу, что женитьбы не будет. Как мы сказали, не было никакого никяха. Была просто некая договоренность. Однако Абубакр был человеком слова, никогда не нарушавшим свои обещания. Что касается этой ситуации, то сторона жениха сама отказалась. Нет, мы не хотим этого брака. Они первые разорвали это соглашение, поскольку не захотели, чтобы ислам проник в их дом. Так вот, как это препятствие исчезло, Абубакр пригласил пророка, мир ему и благословение, в свой дом, где и был заключен никях. В тот момент Аиши было 6 или 7 лет. Ибн Хаджр говорит, что когда никях был заключен, ей было 6 полных лет, и она уже переходила в 7 год своей жизни. В одних преданиях говорится, что ей было 6, а в других, что ей было 7. Но если быть точнее, то ей уже исполнилось 6 лет, и начался 7 год. И, как я сказал, относительно ее возраста не было никаких разногласий, вплоть до наших дней. Ну да ладно, оставим эту тему на потом. Итак, брак был заключен после смерти Хадиджи, а также после женитьбы пророка, мир ему и благословение, на Сауде. Таким образом, Аиша стала третьей женой пророка, мир ему и благословение. Первой была Хадиджа, затем была Сауда, и затем Аиша. Однако, когда никях был фактически заключен? В этом есть разногласия. Кто-то говорит, что он произошел за полтора года до хиджи, другие говорят, что за два года до хиджи. Поскольку никях Сауды и был заключен сразу после смерти Хадиджи, а даже нитьбы на Аиши прошло некоторое время, сколько? Одни говорят, что это случилось спустя несколько месяцев, либо уже в следующем году. Вот такие мнения относительно этого вопроса. Был ли это шауаль того же года, в котором умерла Хадиджа, или же это был шауаль следующего года, Аллах знает лучше. В конечном итоге это не имеет большого значения, поскольку это всего лишь заключение никяха. Фактически, их брачные отношения начались уже в Медине. Вместе они стали жить уже в Медине. Итак, пророк, мир ему и благословение, заключил никях с Аишей, скорее всего, спустя год после женитьбы на Сауде. Опять же, нет доказательств, опровергающих это. Видимо, просто не было нужды торопиться. Требовалось немного времени, чтобы окончательно уладить все вопросы, в частности, с Мот-имом. Поэтому, скорее всего, уже через год в месяце шауаль никях был заключен. Брачный дар, Махр, согласно самой Аиши, был одинаковым для всех жен пророка, мир ему и благословение, и составлял 50 дирхам, что было очень и очень скромной суммой. Сегодня это равнозначно нескольким сотням долларов. 50 дирхам – это далеко не состояние. С другой стороны, это не карманная мелочь. Несколько сот долларов – это все-таки ощутимая достойная сумма, на которую можно что-то купить. Но, разумеется, это не деньги, на которые можно шиковать. Таким образом, брачный дар для всех жен пророка, мир ему и благословение, составлял 50 дирхам. Аиша помнила тот день, когда пророк, мир ему и благословение, пришел в их дом, чтобы обсудить с ее отцом Хиджуру. Опять же, это указывает, что ей было где-то 8-9 лет. Она очень ясно помнит этот день и подробно описывает его. К примеру, она говорит, что пророк, мир ему и благословение, пришел к ним днем, палящий зной, что он никогда не приходил в это время, поскольку в это время обычно они все спали. Она говорит, что когда пророк, мир ему и благословение, ушел, Абу Бакр начал плакать от радости. Ранее я уже рассказывал вам про этот случай. Аиша говорит, что она никогда не видела кого-либо плачущим от радости, пока не увидела, как плачет от радости ее отец, поскольку пророк, мир ему и благословение, выбрал его своим спутником во время хиджры. Очевидно, сама Аиша не совершила хиджу вместе с ее отцом и пророком, мир ему и благословение, поскольку они отправились одни. Вероятнее всего, Аиша совершила хиджу в той же группе, что и ум Айман, поскольку у них был отдельный караван. Что интересно, во многих книгах передается о чуде, которое произошло с ними в пути. В известном сборнике хадисов от Пабарани упоминается о чуде, которое произошло с Аишей по пути в Медину. Когда караван верблюдов шел в сторону Медины, Аиша оказалась на верблюде одна. Обычно на верблюде сидело два человека, но в тот момент Аиша оказалась одна на верблюде. И когда караван поднимался на гору, преодолевая довольно сложный отрезок, верблюд, на котором сидела Аиша, внезапно рванул в сторону и начал убегать. Верблюды отличаются от лошадей, да и от других животных. Они бывают очень независимыми и очень упрямыми. Это хорошо известно тем, кто имеет дело с верблюдами. У них совершенно другой нрав. Поэтому их всегда необходимо привязывать, как говорится в хадисе, поскольку верблюды зачастую убегают от своих хозяев, просто потому, что они не нуждаются в хозяевах, чтобы выжить. В отличие от лошадей, в отличие от других домашних животных, которых нужно кормить. Верблюды, как правило, могут жить сами по себе. Могут самостоятельно находить себе еду, воду, а также обходиться без еды и питья многие дни. Итак, верблюд сорвался и убежал, в то время, как Аиша была на нем. Аиша говорила, «Я никогда не забуду, как моя мать закричала, «О, маленькая невеста!» Поскольку Аиша уже была засватана, естественно, ее мать испугалась за свою дочь. И первое, что пришло ей в голову, это слова «О, маленькая невеста!». Так вот, Аиша говорила, «Я никогда не забуду, как моя мать закричала, а верблюд продолжал убегать со мной». Но вдруг я услышала голос, который сказал мне, вероятнее всего, это был ангел, «Возьмись за поводья!». Я взялась за поводья, и тогда верблюд успокоился, развернулся и направился в сторону каравана, как будто его вел невидимый поводырь. Я не поняла, что происходит, я просто держалась за поводья. Она не умела управлять верблюдом, поскольку была еще очень молода. Очевидно, этот ангел помог ей, вернув ее верблюда в караван, который затем продолжил путь в Медину. В конце концов, они прибыли в Медину. Как мы знаем, пророк, мир ему и благословение, провел несколько месяцев в доме Абу Аюба аль-Ансари. В то время строилась мечеть, а также строился дом пророка, мир ему и благословение. И в то же время, когда строилась мечеть, он повелел построить еще два дома для Сауды и Аиши. Таким образом, в течение нескольких месяцев они были построены, и затем уже началась супружеская жизнь. Аиша вошла в семейство пророка, мир ему и благословение, и в свой новый дом. Это произошло в месяц Шауаль первого года хиджра. Спустя семь месяцев после хиджра, Аиша стала жить с пророком, мир ему и благословение. Аиша говорила, «Мой никях был заключен в Шауале, и моя супружеская жизнь также началась в Шауале. И какая же из других жен такая же везучая, как я? Объясню вам причину, почему она так сказала». Здесь кроется очень глубокий теологический вопрос, но у нас нет времени подробно говорить об этом. Мне нужно было использовать этот пример на лекции, посвященной нововведениям. Месяц Шауаль во времена невежества считался неудачным, несчастливым, неблагоприятным для женитьбы. И Аиша говорит, что ее никях был заключен в Шауале, и супружеская жизнь началась в Шауале, и что ни одна из других жен не удостоилась такой в кавычках «удачи», как она. Помимо этого, Аиша говорила своим племянникам и племянницам, что они должны жениться и выходить замуж в Шауале. То есть, она акцентировала на том, что они должны были вступать в брак в Шауале. Существует давнее разногласие, является же нитьба в Шауале желательным действием, основываясь на словах Аиши или нет. Нужно сказать, что нет ни одного хадиса, подтверждающего это, кроме слов Аиши «да будет доволен ею Аллах», которая не видела никаких проблем в том, чтобы действовать вразрез тому, во что верили арабы до ислама. Если вы послушаете мою лекцию о нововведениях, вы узнаете мое мнение на этот счет. И этот случай идеально сходится с тем, о чем я говорил в той лекции. Эти доисламские убеждения противоречат религии. То, что Аиша вышла замуж в Шауале, она посчитала, наоборот, благим знамением, а все благое и положительное от Аллаха. Итак, продолжим. Она вышла замуж в месяце Шауаль, в первом году по хиджре. Некоторые ранние историки говорят, что это произошло во втором году по хиджре. Но на самом деле подавляющее большинство ученых, таких как Ибн Саад, Ибн Исхак и другие, все они говорят, что это произошло в первом году по хиджре. Это имеет смысл. Также это идеально сходится с возрастом Аиши, поскольку она вышла замуж в 6,5-7 лет, а в супружескую жизнь она вступила в 9, как она сама сказала. Если провести несложное математическое вычисление, то все идеально сходится. Все так, как она передала. Кстати, одна из причин, почему я критикую эти прогрессивные мнения, в том, что они не только опровергают одно предание от Аиши, они, по сути, разрушают каждый факт, который мы знаем об Аише. У них нет другого объяснения тому, как все сходится, кроме как просто говорить, что вы, не может быть, что ей было 9 лет, как так? Ну да ладно, идем дальше. Итак, Аиша упоминает известную историю о том, как она вышла замуж. Этот хадис находится в сборнике Аль-Бухари, а также в других сборниках. Итак, Аиша говорит, «Однажды я играла на улице с моими подругами. Вдруг я услышала, как моя мать зовет меня. Я запыхавшись быстро подбежала к ней. Затем моя мать отвела меня в дом одной женщины из числа ансаров». Сделаем паузу. Скорее всего, в те времена были женщины, выполнявшие роль салонов красоты. Во всех культурах и обществах всегда были женщины, занимавшиеся украшением других женщин. И, скорее всего, это была одна из тех женщин, чьей работой была подготовка и украшение невест. Аиша продолжает. «Я вошла к ней и увидела комнату, заполненную женщинами из числа ансаров. Все они улыбались мне, делали дуазы меня. Одна из них начала мыть мое лицо, другая стала расчесывать меня». Короче говоря, ее готовили как невесту. А Аиша в это время еще продолжала тяжело дышать из-за отдышки. Она говорит, в конце концов, они полностью подготовили меня. И затем меня привели в комнату пророка, мир ему и благословение. Это было в утреннее время. То есть, еще пару часов назад она играла со своими подружками, и вот из нее сделали невесту и привели к пророку, мир ему и благословение. Очевидно, она уже знала, что ее засватали. Она знала, что скоро ее выдадут замуж. Однако ей не сказали, когда именно это произойдет, в какой день. Поэтому это стало неожиданностью для нее. Возможно, это было обычной практикой в те времена. Мы не знаем точно, но, скорее всего, это было частью их культуры. Опять же, я всегда говорю, что первое, не совсем правильно и справедливо наши современные представления и устой переносить на другое общество, другую эпоху, культуру и время. И второе, Аиша никогда не жаловалась на это. Поэтому кто мы такие, чтобы принижать эту традицию и искать в ней недостатки? Аиша никогда не выражала раздражение или неприязнь по этому случаю. Поэтому нет никакого смысла, если какой-нибудь современный человек скажет «Ууу, да как такое возможно?» Но действительно, кто мы такие? Аиша наслаждалась прекрасным замужеством. Она была самой счастливой, самой везучей женщиной и женой во всей истории. И с какой стати нам затем высказывать свои представления об этом? В разные времена разные традиции. Главная суть в том, что нет обязанности в том, чтобы копировать культуру и традиции Аравии 7 века. Никто не говорит, что мы должны брать что-то от них и делать это в наше время. Это главная идея. Я немножко заскакиваю вперед, но тем не менее скажу, для меня нет проблем заявить, что в нашем обществе, в наше время, в нашу эру мы можем запретить в исламском законодательстве женитьбу на девочке подросткового возраста. В этом нет проблем. Это относится к вопросам пользы и вреда. Очевидно, нет обязанности жениться на таких молодых девушках. Культура и традиции со временем меняются, и устоявшиеся обычаи играют свою роль. Поэтому, если вы хотите издать современные законы, регулирующие возраст вступления в брак, то ничего в этом плохого нет. Это имело место быть во многих странах. Одни ученые поддерживали эти идеи, другие возражали. Недавно в одной из стран решили повысить возраст вступления в брак, если я не ошибаюсь, до 15 лет. Правильно? До 15. Я имею в виду вашу страну. Что решили ваши ученые? Да, я говорю о вас. Вы точно не помните? Это же было пару месяцев назад. Еще где-то поднимался этот вопрос. В вашей стране? Кажется, нет. Еще в какой-то стране были осуждения о возрасте вступления в брак. И некоторые ученые выразили несогласие, приведя в пример историю Аиши. Другие же ученые возразили на это, сказав, нет, возраст Аиши не стал шариатским прецедентом, который легитимизировал последующие случаи. Вступление в брак в возрасте, в котором вступила в брак Аиши, было дозволенным в то время. Однако это не обязательно должно быть разрешено сейчас, в наше время. К тому же люди изменились биологически и интеллектуально с тех времен. Мы понимаем, что женщина вступает в брак только когда она достигает половой зрелости. Это понятно для всех разумных людей. Все и так прекрасно понимают, что в 9 лет, начав супружескую жизнь, Аиша достигла половой зрелости. Это и так понятно. В этом та и вся суть. В исламе половая зрелость является признаком взросления. Если же говорить с культурной точки зрения, половая зрелость отличается в зависимости от времени и места. Она может отличаться. Если говорить с биологической точки зрения, то раньше считалось, что половая зрелость является началом взрослой жизни. И только в наше время это было пересмотрено. В наше время появилось такое понятие, как подростковый период, юность, когда человек уже не ребенок, но еще и не взрослый. Хотя в реальности, когда вы достигаете половой зрелости, к вам относятся как к взрослому, и вы должны вести себя как взрослый человек. Таким образом, Аиша достигла половой зрелости и тем самым была готова к замужеству. Поэтому этот брак и был заключен. Все очень просто. Итак, Аиша, да будет доволен ею Аллах, вошла в дом Пророка, мир ему и благословение. В муснаде имама Ахмада содержится предание о первых минутах пребывания Аиши в доме Пророка, мир ему и благословение. Оно передается от Асмы бин Язид, которая была одной из женщин-ансарок, которые подготавливали Аишу. Именно она и привела Аишу в дом. Вот что она говорит. «Я была одной из тех, кто подготовила Аишу. Затем я позвала Пророка, мир ему и благословение, чтобы он посмотрел на нее». Все логично, ведь это была его невеста, которую подготовили для него. Она продолжает. Пророк, мир ему и благословение, пришел и сел рядом с Аишей. Затем принесли кувшин молока. В другом предании говорится, что это был подарок от Саада ибн Убады. Это молоко было подарком от Саада ибн Убады. Пророк, мир ему и благословение, выпил немного молока и затем передал кувшин Аиша. Но Аиша засмущалась, застеснялась и опустила свою голову. Это значит, что она прекрасно понимала, что происходит. Она была невестой, которая застеснялась, и это было совершенно ожидаемо и понятно. Она была достаточно зрелой, чтобы понимать, что происходит. Она не была наивной девочкой, не понимающей, что происходит. Возможно, девятилетняя девочка в наше время не поймет, что все это значит. Да, она и не должна знать, учитывая наше время и общество. Однако речь идет не о нашем обществе и не о нашем времени. Аиша понимала, что происходит. Поэтому она застеснялась, как застесняется любая другая невеста в такой ситуации. Точнее сказать, застеснялась бы в старые добрые времена. В наше время все совсем по-другому. Итак, Аиша застеснялась и опустила голову. И она так и не взяла молоко. Асма говорит. И тогда я подтолкнула ее и сказала, «Возьми этот дар от посланника Аллаха, мир ему и благословение». Асма подсказала Аише, как нужно вести себя, что нельзя отвергать подарок посланника Аллаха. Поэтому она сказала ей, «Давай возьми этот подарок от посланника Аллаха, мир ему и благословение, и выпей из него». Тогда Аиша взяла этот кувшин и немного испила из него. Но затем она не знала, что делать с этим кувшином. Поэтому пророк, мир ему и благословение, сказал, «Передай его своей подруге, имея в виду асму». Можно предположить, что Аиша была очень зажата, очень смущена настолько, что ей все время нужно было говорить, что делать. Затем Аиша передала его асме. Напоминаю, что это не та асма, которая была старшей сестрой Аиши. Это асма, которая наряжала ее как невесту, и асма тоже выпила из него. После этого Пророк, ﷺ, сказал, «Передай кувшин другим женщинам позади тебя». Но другие женщины сказали, «Мы не хотим пить, о Посланник Аллаха». На это Пророк, ﷺ, сказал, «Не соединяйте ложь с голодом». Имея в виду, я знаю, что вы голодны и испытываете жажду, поэтому не надо обманывать. Если вы голодны, то берите, когда вам дают еду. Не нужно излишне скромничать. Если вы голодны и вас угощают, то ешьте и пейте. Посланник, ﷺ, понял, что они голодны, либо что они хотели пить. Поэтому он сказал, чтобы они попили. Вот что говорит сама Аиша. «Впервые мы встретились в моем доме». То есть, ее привели в дом, в котором она собиралась жить. При этом ни одного верблюда не было принесено в жертву. И даже ни одна овца не была зарезана. Единственное, что было из еды, — это молоко, которое Посланник Аллаха дал мне, и я выпила из него. Такой была свадьба Пророка, ﷺ, и Аиша. В то время они просто не могли себе позволить большее. Это было в самом начале Мединского периода. В то время они не могли позволить себе принести в жертву верблюда или даже овцу. Это говорит о том, насколько суровым и трудным было то время. Конечно, в дальнейшем они устраивали свадебные торжества, а в то время они не могли себе это позволить. Единственное, что было у них, — это молоко. СубханаЛлах! Это говорит нам о том, что самая благословенная женитьба прошла очень тихо и скромно, без каких-либо торжеств, никаких банкетных залов, ничего подобного. У них было всего лишь немного молока, и даже это молоко было подарком от Саада ибн Убады. Тем не менее, этот брак стал самым благословенным во всей истории. И, конечно, мы знаем из многих хадисов, что Аиша продолжала общение со своими подружками в первое время. В сборнике Аль-Бухари приводится хадис, в котором Аиша говорит, что порой, когда Пророк, ﷺ, посещал ее, подруги Аиши, увидев его издалека, убегали из-за страха перед ним, а она оставалась на месте. Но это понятно, ведь они были супругами. Аиша говорит, однажды посланник Аллаха увидел меня, играющий с куклами. Это известный хадис. Он взял одну куклу и спросил, что это? Я ответил, это конь. Он удивленно спросил, конь? А что у него на спине? Она сказала, это крылья. Он такой, что это за конь с крыльями? Тогда Аиша сказала, разве ты не знал, что у Сулеймана был крылатый конь? Она рассказывает пророку о Сулеймане. Разве ты не знаешь, что у Сулеймана был крылатый конь? И тогда пророк, мир ему и благословение, засмеялся так, что можно было увидеть его коренные зубы. Это известное выражение в арабском языке, указывающее на громкий смех. Опять же, можно сделать вывод, совершенно очевидно, что с игрушками играют в определенном возрасте. И Аиша играла с ними, будучи в таком возрасте. Опять же, все это идеальным образом совпадает с тем, что она сама передала. Честно говоря, можно очень много говорить об Аише. И я даже не знаю, с чего начать. Просто приведу некоторые интересные предания, и мы пойдем дальше. Поскольку реальность такова, что преданий, связанных с Аишей, больше, чем со всеми другими женами вместе взятыми. Большинство этих преданий связано с ее хадисами. Поскольку мы знаем, она передала множество хадисов. Однако, что касается конкретно ее жизни, то было передано всего несколько хадисов. Мы попытаемся упомянуть их все. Одна из самых интересных историй связана с хорошо известной любовью пророка, мир ему и благословения к Аиши по сравнению с другими женами. Есть очень интересный случай, произошедший, возможно, в восьмом году по хиджре, когда у пророка, мир ему и благословения, было уже как минимум семь жен. И любовь, которую он испытывал к Аиши, была широко известна всем вокруг, а не только его женам. Позвольте подготовить почву для вас. Вот что начало происходить. Каждый раз, когда кто-то хотел написать петицию или письмо пророку, или передать подарок, он спрашивал, в какой из дней пророк, мир ему и благословение, будет находиться в доме Аиши. Затем, когда этот день наступал, хадатай отправлял своего слугу с поручением к пророку, мир ему и благословение. Таким образом, именно в день Аиши к пророку отправлялись все эти петиции, письма и подарки. А в другие дни ничего. Скажите, пророк, мир ему и благословение, сам этому способствовал? Нет. Однако можно понять, как себя чувствовали другие жены. На самом деле, тут можно пожалеть обе стороны, поскольку, субханаллах, ну что здесь делаешь? Пророк, мир ему и благословение, испытывал внутреннюю любовь, предпочтение к Аиши. Но внешне он не делал ничего, что можно было бы назвать несправедливостью. Он не проводил с Аишей больше времени, чем с другими. Он не тратил на нее больше денег, чем на других. Это было бы несправедливостью. Однако он ничего из этого не делал. Это другие люди оказывали ему предпочтение в дни Аиши, и он не мог это контролировать. Но, тем не менее, другие жены по понятным причинам начали обижаться на это. Поэтому они попросили помощи у дочери пророка Фатимы. Они переманили ее на свою сторону, поскольку они знали, какое положение занимает Фатима для пророка, мир ему и благословение. Они отправили ее к пророку, мир ему и благословение, чтобы она заступилась за них. В сборнике Муслима передается хадис, где она говорит, «О, мой папочка, твои другие жены просят, чтобы ты справедливо относился к ним». И если вы прочитаете этот хадис, не узнав предысторию, не взглянув в книги по истории и жизнеописании, то вы можете прийти к неправильным выводам. В этом заключается опасность поверхностного чтения и поспешных выводов. Можно прийти к ошибочному выводу, что пророк, мир ему и благословение, якобы не проявлял справедливости между своими женами, в то время как все было совсем не так. И те подробности, которые мы уже знаем, не упомянуты в этом хадисе. Нужно обратиться к книгам по истории, и из них мы узнаем, что это другие люди приходили с подарками в День Аиши. Действия других людей контролировать невозможно. Тем не менее, другие жены заявили, что это несправедливость. Хотя в реальности пророк, мир ему и благословение, не имел к этому никакого отношения. Однако они почувствовали себя оскорбленными, и поэтому они отправили к нему Фатиму. Услышав это, пророк, мир ему и благословение, сказал Фатиме, «Разве ты не любишь того, кого я люблю?» Она сказала, «Конечно, люблю». Тогда он сказал, «Полюби тогда ее», указав на Аишу. Фатима все поняла и ушла. Она вернулась к остальным женам и сказала им, «Я не могу ничего сделать». Однако они не удовлетворились этим, поскольку они поняли, что Фатима всегда будет на стороне пророка, мир ему и благословение, поскольку она его любимая дочь, и она больше всех любит своего отца. Она не стала бы говорить с ним так, как говорила бы одна из них. Поэтому они решили найти более подходящую фигуру. В плане ведения спора, конечно. Так-то Фатима была выше их по достоинству. Однако они решили найти более опытного человека, способного вести спор. В итоге они выбрали ту, которая была самой главной соперницей Аиши. Кто это, по-вашему? Зейнаб. В плане статуса и любви главной соперницей Аиши была Зейнаб. Мы еще будем говорить о ней. Они выбрали Зейнаб бин Джахш. Она отправилась к пророку, мир ему и благословение, и вышла так, что Аиша в тот момент была в комнате. Она была укрыта одеялом. Я пытался понять, почему Зейнаб пришла в дом Аиши, но никак не могу найти ответа. Возможно, у нее не было другого выхода, а возможно, она желала сделать это в присутствии Аиши, что также можно понять. Аллах знает лучше. Возможно, она хотела внести полную ясность в этом вопросе. Тем не менее, Аиша оказалась в той же комнате, что и Зейнаб. И, очевидно, Зейнаб собиралась жаловаться на Аишу в первую очередь. Зейнаб начала перечислять все жалобы и обиды. Разумеется, передатчик этого хадиса из почтения к женам пророка не стал вдаваться в подробности того разговора. Да и не нужно было этого делать. В таких ситуациях нам вполне достаточно знать общие моменты. Нам не подобает допытываться, узнавать подробности того или иного семейного конфликта. Это неправильно. Итак, Зейнаб начала все сильнее и сильнее горячиться, начала повышать голос, говорить что-то про Аишу. И Аиша, находившаяся под одеялом, тоже гневалась все сильнее и сильнее. Она смотрела на пророка, мир ему и благословение, ожидая, что он начнет защищать ее. Но он молчал, поскольку, ну, что он тут скажет? В какой-то момент она посмотрела на него, как бы ожидая от него знака, может ли она защитить себя или нет. И в предании говорится, что он дал ей этот знак. Что за это был знак? Возможно, это был просто кивок головой. Вот так. Однако, что бы это ни было, он не сказал ни одного слова, поскольку старался быть беспристрастным в этой ситуации. Поскольку, ну, поймите, что у каждой из сторон были свои аргументы. И невозможно было сказать, кто прав, а кто нет. Мы можем понять, почему другие жены чувствовали себя обделенными. Мы можем их понять. Но в то же время, что мог сделать пророк, мир ему и благословение? Как он мог воспрепятствовать другим людям оказывать ему внимание в день Аиши? Поэтому он ничего не говорил. Он не стал принимать какую-то сторону. Тем не менее, он позволил Аиши ответить Зайнаб и защитить себя. И тогда Аиша начала изливать весь свой гнев так эмоционально, что теперь Зайнаб замолчала и посмотрела на пророка, мир ему и благословение, ожидая, что он защитит ее от Аиши. Очевидно, что она не ожидала такой реакции. Однако пророк, мир ему и благословение, лишь пожал плечами и сказал, что я могу сделать? Она дочь Абу Бакра Ас-Сыдыка. И это вполне ожидаемо от нее. Что же он имел в виду? Очень интересное объяснение. Следует отметить, что Аиша была самой красноречивой из всех жен пророка, мир ему и благословение. Она была самой красноречивой и самой разбирающейся в поэзии среди всех жен. И все знают, что Абу Бакр был также очень красноречив и хорошо разбирался в поэзии. Поэтому, когда пророк, мир ему и благословение, сказал, что Аиша, дочь Абу Бакра Ас-Сыдыка, он имел в виду, что это красноречие перешло к ней по наследству. Что же он может тут поделать? Она дочь самого Абу Бакра. В итоге, Зейнаб вернулась и сказала, что не смогла ничего сделать. Однако, жены пророка и на этот раз не успокоились, а пожелали третьего раунда. На этот раз они отправили Умм Саляму, которая славилась своей мудростью. Видите, они применяли различные тактики. Сначала дочь пророка Фатима, затем опытная в ведении споров Зейнаб и затем Умм Саляма, которую можно охарактеризовать как голос разума, мудрости. Вот классический пример ведения переговоров. Так что записывайте, вдруг пригодится. Сестры, вас в первую очередь это касается. Итак, они отправили Умм Саляму. Она пришла и начала разговор с позицией разума. Опять же, мы не знаем всех подробностей. И тогда пророк мир ему и благословение понял, что он должен что-то сказать. Вот что он сказал. Не причиняйте мне страданий по поводу Аиши. Клянусь Аллахом, откровения не спосылаются ко мне, только когда я с ней, а не когда я с любой другой. Другими словами он хочет сказать, если вы продолжаете давить на меня, продолжаете идти и идти, то позвольте вам сказать, что дело не только во мне. Джабриль с откровением от Аллаха спускается ко мне, только когда я нахожусь в комнате Аиши. Когда же я с другими женами, откровения не приходят. То есть, даже сам Аллах Всевышний оказывает свою милость дому Аиши. Когда это было сказано, то все, вопрос был закрыт. Это очень глубокий вопрос. И все 8-9 лет своей деятельности я не решаюсь провести окончательную и прямую лекцию об этом, поскольку наша умма очень эмоциональна в положительном смысле. Но даже сподвижники, особенно жены пророка мир ему и благословения, понимали и различали его обычную жизнь и его пророчества. Они различали между его человеческой природой и тем, что он пророк. Поэтому, когда они услышали про откровения, неспосылаемые в дом Аиши, они все замолчали. Теперь становятся понятны слова Умара, который сказал своей дочери Хавсе. «Неужели ты не боишься, что Аллах разгневается на тебя, если ты разгневаешь пророка мир ему и благословения?» Он различал между гневом пророка мир ему и благословения и понимал, что это не настолько серьезно, в отличие от гнева Аллаха на того, кто разгневал пророка мир ему и благословения. Ну да ладно, идемте дальше. Суть в том, что это очень чувствительная тема. В течение 8-9 лет моей проповеднической деятельности я всегда очень деликатно и осторожно говорю об этом и стараюсь говорить в общих чертах, никогда не вдаваясь в подробности. Итак, когда он сказал это, вопрос, по сути, был закрыт. Это также показывает нам, что этот вопрос относится к семейным делам. Опять же, мы снова и снова наблюдаем за человеческой природой пророка, мир ему и благословения. Его жены – это наши матери, и вот мы слышим, как они спорят. И нельзя сказать, кто прав, а кто виноват, поскольку у каждой была своя правда. В то же время, пророк, мир ему и благословения тут совсем ни при чем. Он как бы говорит, послушайте, нет такого, что я предпочитаю Аишу больше, чем вас. Сам Аллах избрал Аишу над всеми вами, дело не во мне. И на это они уже ничего не смогли сказать. Итак, главный вывод в том, что все эти мелкие споры и ссоры являются неотъемлемой частью в любой супружеской жизни. Ни один супружеский брак не обходится без подобных вещей. Есть еще одна прекрасная история, связанная с супружеской жизнью пророка, мир ему и благословения и Аиши. Это очень красивая история, и ее часто упоминают тогда, когда люди говорят о романтике в супружеской жизни. Вот эта история. Я упоминал ее во многих лекциях. Однажды Абу Бакр пришел навестить пророка, мир ему и благословения, и Аишу. Придя к ним, он увидел, что Аиша злится на пророка, мир ему и благословения, по какой-то причине. Разумеется, мы не знаем, какая это была причина, и опять же, это нас никак не касается. Такое случается, это жизнь. Так вот, она начала эмоционально обращаться к пророку, начала даже повышать свой голос на него, почти переходящий в крик, настолько она была сердита. В какой-то момент Абу Бакр вышел из себя. До этого он еще как-то сдерживался. Но в конце концов, он просто расферепел. Он встал, поднял на нее руку и начал гневно отчитывать Аишу. Как ты смеешь повышать свой голос и кричать на пророка, мир ему и благословения? Такова была культура того времени. В нашей культуре и обществе является неполиткорректным физическое наказание в отношении кого-либо. Таково положение в наше время. Однако, еще 30 лет назад было совершенно нормальным, если родители физически наказывали своих детей. Это было нормой. Если же вы сделаете так в наше время, ваш десятый ребенок позвонит в полицию и вас посадят в тюрьму. Время поменялось, реальность уже совсем другая. Итак, Абу Бакр, будучи отцом Аиши, почувствовал, что его дочь переходит всякие границы. Она не может себя так вести, особенно с пророком, мир ему и благословения. Поэтому он встал и поднял руку, намереваясь наказать ее. И в тот момент пророк, мир ему и благословения, встал между ними и выступил в качестве щита, чтобы защитить Аишу, которая еще 10 секунд назад кричала на него. Разумеется, когда Абу Бакр увидел перед собой пророка, мир ему и благословения, он опустил свою руку и вышел из дома, все еще гневаясь на Аишу. Когда он вышел, пророк, мир ему и благословения, повернулся к Аиши и сказал, «Ты видела, как я защитил тебя от того человека?» Он, шутя, назвал Абу Бакра тем человеком, «Субханаллах, разве это не прелестно?» Вот мое мнение на этот счет, которое я повторяю уже последние 10 лет. Этот гуманный, человечный поступок мне совершенно понятен и знаком. Если вы представляете пророка, мир ему и благословения, как будто бы он ангел, либо сверхчеловек, то он станет далеким и непостижимым для такого, как я. Человечность и делает пророка образцом для подражания для всех нас. Вы понимаете, о чем я говорю? В этом проявилась человечность, гуманность пророка, мир ему и благословения. И нам не должно быть как-то неловко за пророка, мир ему и благословения. На самом деле, этот случай делает его идеальным образцом для подражания, потому что он есть человек. В его семейной жизни с Аишей были ссоры, шутки, игривые состязания. Если это не идеальная супружеская жизнь, то что тогда? Я говорил это уже много раз. Если бы Аллах пожелал, то супружеская жизнь пророка, мир ему и благословения, была бы совершенно тихой и безмятежной, без каких-либо ссор и недопонимания. Разве Аллах не сделал бы так, если бы пожелал? Но такого не было. Почему? А в чем тогда был бы образец для подражания? Как бы мы учились у пророка, мир ему и благословения. Поэтому я считаю опасным, даже с теологической точки зрения, игнорировать так называемые проблемные моменты и затем изображать картину, которая совершенно не соответствует действительности. Поскольку в дальнейшем будет создано ошибочное представление, и когда вы столкнетесь с реальным положением дел, ваша вера может пострадать. Итак, после этого пророк, мир ему и благословения, пошутил, сказав, «Видела того человека, имея в виду ее отца? Видела, как я защитил тебя от него?» Это и понятно, ведь никто не скажет. «Видела, как я защитил тебя от твоего собственного отца?» Лучше сказать, «от того человека». Итак, Абу Бакр через некоторое время успокоился и вернулся, чтобы помочь им помириться. Он попросил разрешения войти. И что он увидел, когда вошел? Пророк, мир ему и благословение, и Аиша смеются, шутят, как будто бы ничего не произошло. Как обычная семейная пара, так ведь? Пять минут назад они ругались, кричали друг на друга, искры летели во все стороны, а спустя пять минут они вновь общаются, как ни в чем не бывало. Такое бывает в любой семейной паре, в счастливой семейной паре. Итак, Абу Бакр вошел и увидел, что они смеются и шутят. А он пришел, чтобы попытаться примирить их, поскольку он видел, как накалена была ситуация всего пару минут назад. Он пришел, чтобы дать им какой-нибудь совет, но увидев их счастливыми и веселыми, он сказал, «О посланник Аллаха, позволь мне войти в момент вашего примирения, так же, как я вошел в момент вашего конфликта». Другими словами, он стал свидетелем их конфликта. Теперь же он желает стать свидетелем их примирения. Это опять же показывает нам человечность и мягкость пророка, мир ему и благословение. Еще много чего можно рассказать, однако мы продолжим на следующей лекции, иншаллах. В заключение я хотел бы рассказать вам об основных возвышенных качествах и достоинствах Аиши. Из всех сподвижников и сподвижниц, Аиша передала больше всего хадисов, после Абу Хурейры. Вы не сможете найти ни одной книги по хадисам, где большинство хадисов не были бы переданы Аиши. Единственный человек, передавший больше хадисов, чем Аиша, это Абу Хурейра. Аиши было передано более 2200 хадисов. Из них 180 являются согласованными, находящимися в сборниках Аль-Бухари и Муслима. Можно составить сборник хадисов приведенных Аиши. Абу Муса аль-Ашари, известный сподвижник, говорил, «Каждый раз, как у нас возникали трудности в понимании какого-либо хадиса, мы шли к Аиши за разъяснением». Аиша всегда могла разъяснить какой-нибудь трудный хадис. Ибн Шихаб ас-Зухри сказал, «Если бы знания Аиши можно было бы взвесить и сравнить со знаниями остальных жен пророка вместе взятых и даже со знаниями всех женщин мира, то знания Аиши оказались бы тяжелее». Ибн Хаджр говорил, «Аиша является факихой, ученой этой уммы». Аиша издавала фетвы, разъясняла вопросы фикха, обучала фикху. Ни одна из жен пророка, мир ему и благословение, не достигла такого уровня в вынесении фетв, какого достигла Аиша. Это было даже в период ее жизни. Можно сказать, что она понимала намерения пророка, мир ему и благословения. Есть один очень известный хадис, часто встречаемый в книгах по фикху, когда речь идет о вопросах очищения, большого омовения и так далее. Вот этот хадис. Однажды одна ансарка пришла к пророку, мир ему и благословение, когда он был с Аишей, и задала несколько вопросов, некоторые из которых были очень смущающие и неловкие. Однако и на такие вопросы тоже нужно было отвечать. К примеру, она спросила у посланника Аллаха, расскажи мне, как совершать полное омовение после месячных. И пророк, мир ему и благословение, дал ей подробный ответ. Этот хадис мы проходили на одном из уроков, когда изучали тему очищения. Он сообщил ей, как нужно совершать полное омовение, что нужно делать в начале и так далее. Затем он произнес такую фразу «Возьми кусочек ткани, нанеси на него немного благовония и затем протри». И затем он продолжил рассказывать. Она спросила, «О посланник Аллаха, что я должна протереть?» Пророк, мир ему и благословение, засмущался и покраснел. Он опустил голову и сказал, «Субханаллах, протри и все». Затем Аиша позвала эту женщину и сказала, «Он имеет в виду, сотри следы, остатки крови в той области». Понятно, о чем идет речь? Очевидно, в те времена у них не было мыла, поэтому они брали кусочек ткани, наносили на него благовония и протирали ту область, чтобы не осталось никаких следов хайда. Разумеется, пророк, мир ему и благословение, не стал бы во всех подробностях говорить, что и как протирать. Поэтому он просто сказал, чтобы она взяла кусочек ткани, нанесла немного благовония и протерла. Когда та спросила, «Что протереть?» «Где протереть?», Айша смекнула, что нужно делать, позвала ее к себе и объяснила, что именно нужно сделать. Опять же, это говорит о сообразительности, проницательности Аиши. Она могла быстро взять ситуацию в свои руки, чтобы избавить посланника Аллаха, ﷺ, от неловкой ситуации. И еще один последний эпизод. Я понимаю, что времени уже совсем мало. ИншаЛлах, на следующей лекции мы продолжим. Аиша как-то сказала одной из своих учениц «Я была облагодетельствована над другими женщинами десятью достоинствами». Ее спросили, что это за достоинства. И она перечислила все эти достоинства и милости, которые она имела. Она рассказывала это своим ученицам. И затем они передали это остальным. Аиша говорит, «Из всех жен Пророка я была единственной девственницей». Также из всех жен только у меня оба родителя были мухаджирами, что, несомненно, является милостью. Только у нее были оба родители мухаджирами. У кого-то один из родителей был мухаджиром, а у кого-то вообще никого. Оба родителя Аиши достигли такого высокого уровня. Она продолжает. «Также одна из милостей, которой я была удостоена, это то, что сам Аллах не спасал аяты о моей невинности». На следующей лекции мы подробно поговорим об этом. Все понимают, о чем идет речь. Кстати, это одна из самых важных и почтенных милостей. Аллах не спасал аяты Корана, которые читает сегодня по всему миру. Аяты о невинности, чистоте Аиши. Это великая милость, которой не удостаивалась ни одна из жен Пророка, мир ему и благословение. Даже сама Хадиджа не удостаивалась такой милости. Да, мы говорили, что у Хадиджи были достоинства, которыми даже Аиша не обладала. Однако у Аиши были достоинства, которыми не обладала Хадиджа. И первое и самое важное в списке достоинств Аиши — то, что Аллах не спасал аяты Корана, рассказывающие о невинности, чистоте и благородстве Аиши. И далее она продолжает рассказывать о своих достоинствах и говорит. Также из милости, оказанных мне, то, что Джибраиль привел меня к Пророку, мир ему и благословение, во сне. Вы помните эту историю? Пророк, мир ему и благословение, увидел меня во сне. Также из моих достоинств то, что я совершала большое омовение вместе с Пророком, мир ему и благословение, из одной емкости. И он не делал так ни с одной другой женой, кроме меня. То есть, они вместе делали гусль из одной емкости. Мы еще поговорим об этом. Хотя нет, лучше сейчас я об этом расскажу. Достоверно передается, что Аишу как-то спросили спустя много лет, дозволено ли женщине совершать гусль после половой близости вместе с ее мужем. И Аиша сказала, «Я совершала гусль вместе с Пророком, мир ему и благословение, из одной емкости». Это достоверный хадис и довольно известный. В версии, которая приводится в сборнике Аль-Бухари, она ясно говорит, что делала гусль вместе с Пророком, мир ему и благословение, из одной емкости. Есть одно предание из сборника Ибн Хиббана. Так вот, в этом предании есть одна интересная фраза, которую важно упомянуть. Поскольку это показывает нам, что совместное совершение гусль не только является дозволенным, и в этом нет никаких разногласий, но также указывает на любовь супругов и прочность их отношений. Вот эта фраза. Аиша говорит, «Я видела его, и он видел меня». Она буквально так и сказала. То есть, они вместе совершали полное омовение, как муж и жена из одной емкости. И упоминание об одной емкости также не случайно. Это еще раз указывает на то, что между ними не было никакой завесы. Итак, Аиша говорит, что она и пророк, мир ему и благословение, вместе совершали полное омовение, и что он не делал так ни с одной из жен, кроме нее. Она продолжает, «Также моим достоинством является то, что пророк, мир ему и благословение, молился в моей комнате, в то время, как я лежала перед ним». В сборнике Аль-Бухари приводится хадис, что когда пророк, мир ему и благословение, совершал тахаджуд, он слегка подталкивал ногу Аиши и делал земной поклон на том месте, где была ее нога. Аиша продолжает, «Также моим достоинством было то, что откровение не спосылалось к пророку, в то время, как он был со мной». Мы уже упоминали этот хадис. Когда пророк, мир ему и благословение, был с другими своими женами, помимо Аиши, откровения не спускались к нему. Аиша говорит, «Также моим достоинством было то, что пророк, мир ему и благословение, умер в ночь, которая принадлежала мне по очереди». Вы помните, что в конце своей жизни пророк, мир ему и благословение, попросил у других жен разрешения оставаться в доме Аиши, поскольку он был слишком слаб, чтобы передвигаться, и они дали ему разрешение на это. Он оставался у Аиши около недели, затем снова наступила ночь Аиши, и он умер в ту ночь, которая и так принадлежала Аиши. Вот что Аиша хочет сказать, что та ночь и так была ее по очереди, и что именно в эту ночь посланник Аллаха, мир ему и благословение, покинул этот мир. Аиша говорит, «Также моим достоинством было то, что он сделал свой последний вдох, в то время, как его голова была между моей головой и грудью. Пророк, мир ему и благословение, скончался на руках Аиши. Он тяжело дышал, потел, и Аиша вытирала пот с его лба. Как любящая жена, она держала его в руках, как держит ребенка. И когда душа пророка, мир ему и благословение, покинула тело, его голова была вот здесь, на груди Аиши. Это большая милость для Аиши, и она имеет полное право упоминать об этом. Аиша продолжает, «Также моим достоинством является то, что пророк, мир ему и благословение, был похоронен в моем доме». Есть еще один хадит, который также упомянут в сборнике Аль-Бухари. Это совершенно понятно, что Аиша чувствует себя удостоенной великих милостей, и она имеет полное право гордиться этим. Аиша говорила, «Когда пророк, мир ему и благословение, умер, моя слюна смешалась с его слюной». Каким образом? Одно из последних деяний пророка, мир ему и благословение, было использование сивака. Помните? Это было одно из последних его деяний перед смертью. Когда Абдурахман, сын Абу Бакра и брат Аиши вошел в ее комнату, в его руках был мисвак. А в тот момент пророк, мир ему и благословение, настолько ослаб, что даже не мог говорить. Однако он смотрел на мисвак Абдурахмана. Аиша заметила это и поняла, что пророк, мир ему и благословение, желает мисвак. Поэтому она взяла этот мисвак, разжевала его, смягчила его своей слюной. Возможно, она срезала прежнюю часть мисвака, чтобы сделать его новым. Затем она смягчила его слюной. Пророк, мир ему и благословение, взял этот мисвак и начал тщательно и усердно чистить им свои зубы, как никогда раньше не делал, как будто к нему вернулась энергия. Так сильно он хотел очистить свой рот перед тем, как встретиться с Аллахом. Итак, он воспользовался мисваком и через несколько минут упокоился. И Аиша говорит, что когда он скончался, его слюна смешалась с ее слюной. Аиша продолжает, «Также моим достоинством является то, что я дочь его любимого друга и преемника». Разумеется, она имеет в виду Абу Бакра, который был халилем, любимым другом и халифом пророка, мир ему и благословения. Итак, нам еще многое предстоит узнать. Это далеко не конец, а лишь конец первой части. Инша Аллах, мы продолжим, либо на следующей неделе, либо через неделю. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.